Почему нарциссы уходят, становятся серийными убийцами? Связь между серийными убийцами и нарциссами описывала вот эта девушка. Она самопроволгошённый нарцисс. Она называет себя Cluster B Milkshake, то есть смесь из расстройства Cluster B. То есть это антисоциальное, пограничное и нарциссическое, истерическое. У неё есть все вот эти компоненты, действительно. Она молочный коктейль из этих компонентов. Ну, может быть, какого-то такого очень сильного истерического я не вижу. Но неважно. Вот обратите внимание, у неё очень сильная компонента социопатии. Причём она двигается от одного края, от пограничного. Ну, судя по её видео, которое я смотрю, от пограничного к более такому социопатическому. У неё, как и все нарциссы, они очень любят вот эту презентацию. Поэтому она на каждом видео обязательно в новой одежде. Так вот, знаете, у нас известный такой психолог, любит каждый раз новую одежду. У неё всегда на каждом видео, каждый день новая футболка. И на этих футболках всегда какие-то там либо крокодилы, либо сцены убийства, либо сцены насилия, либо иконостас из... Вот, смотрите, у неё иконостас из серийных убийц. Она себя очень часто сравнивает с серийными убийцами. Она считает их идеалом каким-то. И она считает, что нарциссизм и вот это серийные убийства очень сильно связаны. Да, потому что она не психопатка. У неё очень сильная эмоциональная сфера. Она была очень сильно влюблена в мальчика-пограничника. Но он её бросил. Сказал, не-не-не, мне такие не нужны. И это привело её к очень сильным разочарованиям. Хочу ещё обратить внимание на то, что она, в общем, в принципе, пишет. Она, в принципе, посылает предупреждение. Уходи, иначе конца террора не будет. То есть вот эти предупреждения многие жертвы нарциссов и психопатов в том числе, особенно социопатов. А социопаты любят вот это предупреждение давать. Я опасный человек, не надо со мной связываться. И почему-то многие жертвы в это не верят. Нужно. Вот здесь написано. Ты думай... По-моему, ты не понимаешь, кто я на самом деле. Включая то, что я на самом деле сумасшедшая. Ну хорошо, ты до сих пор здесь. Тогда что такое? Тогда что с тобой? Тогда с тобой что-то не так. Девочки, поэтому, когда вас предупреждают социопаты, что я страшный человек, ты еще меня не знаешь, со мной лучше не связываться. Перед вами маньяк-убийца. Если не физическое убийство, то моральное. Посмотрите на ее глаза. Она рассказывает в своих видео, как она, говорит, я, говорит, при виде импа... Она ненавидит импатов. Вот у нее лютая ненависть к эмпатичным людям. Она говорит, если вы скажете... Я потом об этом тоже буду говорить, почему они ненавидят импатов. Потому что они считают их жертв... Они считают нарциссы, социопаты в основном. Нарциссы не всегда. Себя считают хищниками. И чтобы доказать свою силу и власть, им нужно кого-то постоянно раздирать на части. Я, говорит, представляю себя таким неким коршуном, который раздирает на части вот этих вот эмпатов. Ну, почему? Ну, во-первых, они им завидуют, да, что эмпаты могут чувствовать то, что они не чувствуют. Но она сказала, что у нее нет вообще эмпатии. Стала она нарциссовым, социопаткой. Я думаю, что у нее что-то даже такое, какой-то врожденное. Потому что она сказала, говорит, я, говорит, прям с детства, прям стала. Вот прям с двухлетнего возраста. Отец был социопат-алкоголик. И она просто взяла его модель поведения, плюс была какая-то генетическая расположенность. Вот, например, сестра ее не стала ни социопаткой, ни нарциссом. У нее проблемы с психикой, но она нормальная. Вот тут она пишет. Когда вы мешаете дерьмо, самое главное мешать это дерьмо в правильном направлении. Так. Здесь опять сцены насилия. Выступал сын Вакнин. И он говорил вот об этом, о том, о разрыве грандиозности. То есть, нарцисс представляет, придумал себе картину мира в детстве, которая не соответствует действительности. Да, это называется разрыв грандиозности. То есть, где он, владелец мира, всем управляет, он такой волшебник, либо он добрый волшебник, либо Гарри Поттер, либо какой-то злой волшебник, либо там, я не знаю, злые волшебники. Вот она себя представляет, вот такая злая ведьма, которая живет. Ну, она сама рассказывала. Злая ведьма, которая живет в замке, там на всех нападает. У нее кругом рабы. И она столкнулась с реальностью, что кругом рабов нету. Никто не собирается подчиняться ее желаниям. Никто не собирается становиться ей рабом. Единственное, у нее за 20 лет были два отношения. Один был нарцисс, мальчик, другой пограничник. Они ее, грубо говоря, послали в грубой форме. Куда подальше. И тут у нее произошел разрыв грандиозности, что называется. То есть, реальность оказалась не такой, как есть. И тут выступал недавно Сэм Валкнин, но он говорил долго и путанно. Но суть его сводилась к тому, что нарцисс, когда сталкивается с реальностью, у него есть три сценария. Я буду эти три сценария описывать в разных видео. Первый сценарий – уход в социопатию. То есть, он начинает наносить вред обществу и людям. То есть, он как бы так мстит не конкретному объекту, а он мстит всему обществу. То есть, их цель – нанести как можно больше вреда обществу. То есть, они могут даже заниматься вандализмом, гадости, подлости мелкие делать. Вот такого плана. Третий вариант – уход в шизофрению. То есть, сдвиг от психотического уровня до пограничного в психотический уровень. То есть, грубо говоря, был психопат, стал шизофреником. Я вообще считаю, что все шизофреники – это бывшие психопаты, которые не смогли… То есть, шизофрения – это результат декомпенсации нарциссизма. Вот этой вот грандиозной идеи, когда она рухнула, и человек предпочит уйти в шизофрении, чем признать, что он не такой, какой он себе придумал в детстве. Помните вот эту девочку, которая у нас нарцисс, пишет стихи? Она говорит, мир здесь не настоящий. Мир не настоящий. Не я фальшивая. Не я придумала этот фальшивый образ. Вот этот Денис, он тоже говорит, у меня периодически приходит идея, что, может быть, здесь мир, как бы все притворяются. Вот это, кстати, тоже уход. Когда рушится картина мира, они уходят в алкоголизм. Пограничники тоже вот это вот, они уходят. Это тоже один из вариантов. Но я об этом буду тоже говорить. И проблема алкоголизма, наркомании – это вот проблема разрыва грандиозности, когда детские представления о себе не соответствуют реальности. Но сейчас о наших любимых, наших маньяках-убийцах. Вот Чикатило был типичный нарциссик. Вот Анаприенко, вот он больше похож на какого-то такого немножко шизоида близко. Но он тоже был нарцисс. Вот у нарциссов есть такой, знаете, взгляд ребенка. И поэтому все очень часто говорят, что вот эти вот маньяки-убийцы, они такие, у них они очень обаятельные, они такие скромные могут быть, да, милые, обходительные на публике. Но убивать. Но вот этот вот взгляд, вот этот типичный взгляд маньяка-убийцы. Взгляд ребенка, но очень жесткий. Я, кстати, в жизни видела вот такой взгляд. Он вот был нарцисс. Человек был нарцисс. И мне вот почему-то вроде как бы взгляд ребенка, но мне почему-то становилось страшно. Вот он вот именно такой был. Поэтому запомните вот этот взгляд. Вот такой взгляд. Ну это тяжело, поэтому взгляду тяжело сказать. Ну видно, ну то есть у всех маньяков будут следы комплексного посттравматического стрессового расстройства. То есть это какое-то такое, они немножко как будто пережили трагедию. Вот смотрите, вот это вот явно, вот это комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Здесь проявляется очень людей, пережившие какие-то катастрофы, военные действия. У них вот есть вот этот вот взгляд. Взгляд на тысячу ярдов его еще называют. То есть он как бы смотрит на вас, но он как бы смотрит через вас. Плюс вот такая хитреца есть. Ты еще не знаешь, кто я такая, кто я такой. И еще ты еще узнаешь. Тебе просто кажется, что я такой миленький няшечка, такой лошок. А на самом деле я грандиозен. Весь Советский Союз за мной бегает. Это вот это есть. Я хочу, чтобы вы еще послушали рассказ, вот именно их фантазии, который озвучивала вот эта девушка. Она точно такие же фантазии озвучивала о том, что для нее любовь на самом деле. Послушайте. Вязала бы ему рот, так, чтобы никаких звуков он не мог издавать. Взяла бы ремень с железной такой тяжелой пряжкой, солдатской. И вот этим ремнем я бы его лупила. И мне кажется, я могла бы его убить. Вот почему страшно. То есть мне кажется, я бы его лупила по глазам, по лицу. Я бы разбила ему весь нос, всю его голову. То есть все его гениталии, мне кажется, я могла бы его убить. Но, то есть войсти в такой раж. То есть я себя очень хорошо представляю в этой роли садиста. Но, когда я это себе представляю, я не испытываю в этот момент сексуального удовольствия. Я испытываю удовольствия, живущие в моей груди. И эта разрядка происходит в голове. Это как бы высвобождение из головы. То есть я не ощущаю ничего живущего в гениталиях. Понимаете? Это что-то живущее в груди. Вот ведь как. Понимаете? Интересно. Но вот мне страшно, что я могу в эти убить. Вот в чем дело. Поэтому нельзя эти эксперименты проводить. Лиза. Да, такие вот что-то подобное рассказывала вот именно вот эта девушка. Что она хочет связать своего вот этого парня, пограничника. У нее там был конкретный парень-пограничник. Связать и начинать его пытать, а потом начинать его как бы спасать. Но на самом деле это действительно не как сказала вот эта девушка, оратор предыдущий. Это не про секс. Сексуальные маньяки убивают не ради секса. А из-за неразрешенного конфликта с первичным объектом привязанности. То есть с родителями. Потому что они любят и ненавидят человека одновременно. Потому что он похож на их родительскую фигуру. Скорее всего, у этого Чикатило были какие-то травмы с матерью. Он на самом деле убивал не вот этих жертв. Он убивал... Свою мать. Которую он спроецировал на вот этих жертв. То же самое все вот эти. Среди вот этих вот маньяков-убийц. Вы не найдете психопатов. Там их нет. Там одни сплошные нарциссы. Вот это вот неразрешенный конфликт. С первичным объектом привязанности. Который они пытаются решить. Потому что психопаты убивают... У них этого конфликта нету. У психопатов. У них врожденная патология мозга. Там какие-то нейронные связи и так далее. Не суть. Они, психопаты, рождаются такими... Психопаты могут запросто убить. Ну, не запросто. Им тоже нужен мотив какой-то. Но они убивают по мотиву власть, деньги, контроль, месть. Нарциссы убивают просто так. Нарциссы убивают именно неразрешенный конфликт с первичным объектом привязанности. Чикатило. Красавец, кстати, был. Молодец. Посмотрите, какой красавчик. Но, видимо, там Украина. Там, говорят, голод был. Вот это вот все. Это могло... Голодные 30-е годы. Вот. Могли быть. Он, кстати, был и одновременно... Он же был еще и бандеровцем. Я в предыдущем видео говорила, что все нарциссы, они и нацисты одновременно. Ну, у них еще могут быть какой-то там, например, футбольные фанаты. Они могут быть вот эти... Уйти вот в это вот. Но они одновременно нацисты могут быть. Ну, раз я самый крутой, значит, и моя нация самая крутая. Тут все просто, да. Гитлер. Типичный нарцисс. Типичный нарцисс. Так далее. Вот. И вот эта девушка, вот эта девушка, она переписывается с этими маньяками. Она зачитывала письма. Она пытается, говорит, понять, говорит, у нас, говорит, с вами... Она говорит, я чувствую, что у нас с вами есть что-то общее. Вот с этими маньяками, которые вот американскими убийцами, которые сидят в тюрьме. Вот. Вот кто ее идеал сейчас. Причем полгода назад или где-то месяца восемь назад она не была такая. Она еще была в такой вот в любовном турмане. Но она сейчас сместилась. Потому что вот это разочарование, что ее бросили опять в очередной раз. Что никто не хочет ее терпеть, ее придурь. Никто не хочет мириться с ней такой, какой она есть. Вопрос о том, чтобы меняться самой, у нее не стоит. Естественно. Она считает, что мир должен поменяться. А если мир не хочет меняться, как вот эта девочка сказала, мир. Девочка-нарцисс, да, которую я уже упоминала. Она сказала, мир здесь не настоящий. Мир нужно наказать. Не себя нужно изменить, а мир нужно указать. Либо уйти в шизофрению. Это как защитный механизм психики при коллапсе нарцисса. Когда его грандиозность схлопывается. Как-то так. В следующих видео я буду говорить еще о двух сценариях. Что может произойти после коллапса нарцисса. Не все они уходят в социопатию. Сэм Вакман называл три сценария. Уходить в социопатию. Наносить вред обществу. Второй вариант шизофрения. Психотический уровень. И третий вариант это наркотики. Наркотики, зависимости. И я буду на примерах рассказывать, как это происходит.